С наступлением ягодно-грибного периода увеличивается количество людей, которые отправляются в лес за дарами природы. При этом нередко многие из них забывают об элементарных правилах безопасности, теряют ориентир и выйти из леса самостоятельно уже не могут. В этом случае не стоит терять время зря, говорят специалисты, и необходимо сразу обращаться за помощью. Чаще всего в лесах теряются люди пожилого возраста, которые в силу физического состояния могут плохо ориентироваться в пространстве или есть проблемы с передвижением на длинные дистанции. Некоторые просто забывают сообщать своим близким о планах. Милиция на сообщения о потерявшихся в лесу реагирует быстро и оперативно, ведь с каждым часом шансов найти человека в целости и сохранности становится меньше. К поискам подключаются также спасатели, кинологи и группы взаимодействия, которые расширяют зону поиска. В плане людей, которые целенаправленно ушли в лес на тихую охоту, то пропало семь человек. Из них все семь найдены живыми и здоровыми. Последний случай произошел буквально вчера в городе Слоним. Мужчина 44-го года рождения отправился в лес за сбором грибов и ягод, но заблудился. При этом смог самостоятельно выйти из леса, вышел к одной из деревень и заметил, что он потерял где-то в лесу телефон. В итоге он вернулся за ней обратно и снова потерялся. Уже в дальнейшем его нашли сотрудники милиции и также вернули домой. Перед походом в лес рекомендуют выбирать удобную и непромокаемую одежду. Обязательно при себе иметь яркий элемент – кепку или платок. Кроме того, стоит заранее убедиться, что батарея телефона достаточно заряжена. Не стоит забывать о таких вещах, как вода, нож, спички и при необходимости брать с собой минимальный набор лекарственных препаратов.